21 января 2024 года из портов Большой Одессы вышло 7 судов, а под загрузку подошли несколько сухогрузов. Один из них – 225-метровый «Балкер Лаки Глори». Морской экспорт Украины выходит на новый уровень, несмотря на российскую угрозу в Черном море. По информации разведки Великобритании, в декабре 2023-го Киев экспортировал больше агропродукций, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Украина добилась этого, поскольку не позволила российскому Черноморскому флоту действовать в западной части Черного моря, где он находится под угрозой со стороны украинских ракет и беспилотных надводных кораблей. Из публикации Министерства обороны Великобритании в соцсети ИКС. Украинский морской экспорт превысил ежемесячные объемы, которые были достигнуты в рамках Черноморской зерновой инициативы при посредничестве ООН и Турции, говорится в сводке Минобороны Великобритании. В июле 2023-го Россия вышла из соглашения в одностороннем порядке. Позже Киев заявил о создании морского коридора для экспорта украинской продукции. Мы можем уже забыть о зерновой сделке, потому что она имела очень много неприятных побочных эффектов. Это как политических, то есть склонение нас к посредничеству, к переговорам с Россией через посредничество Турции. И экономических. Это все-таки вот эти прерывистые экспорты через Босфор, он удорожал логистику за счет BMRJ, то есть простоев кораблей, которые очень дорогие. И, соответственно, это очень сильно тормозило наш экспорт. Теперь Киев не зависит от посредников, а объемы поставок увеличиваются из-за роста доверия рынка, говорят аналитики. Этому способствуют и соглашения Турции, Болгарии и Румынии о разминировании Черного моря, и сокращение страховых премий при посредничестве в Великобритании в рамках страхового пакета Unity Facility. Кабмин выделил 50 миллионов долларов на покрытие военных убытков потенциальных. И, соответственно, они заключили договор с лондонскими страховщиками, а точнее страховщиками, которые готовы страховать наши корабли и компенсировать потенциальные опасности, которые могут быть связаны с обстрелами кораблей. То есть страхуется и стоимость самого корабля, и стоимость груза. И эта страховка стоит где-то 2-3% от стоимости корабля. То есть, в принципе, это существенная сумма. И пока Украина все больше наращивает свои морские экспортные возможности, Россия, которая обстреливает портовую украинскую инфраструктуру и зернохранилища, сама столкнулась с нехваткой посевного материала. В ключевых регионах по производству овощей в России, Астраханской и Волгоградской областях появились проблемы с поставками импортных семян. Нидерланды и Германия были основными поставщиками посевного материала томатов, моркови, лука и других культур. И полностью заменить их отечественными семенами пока не могут. Никита Скобликов для телеканала Freedom. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова